Вот из таких скважин вода поступает в дома орловчан. Некоторые уверены, течет из крана вода речная, но нет. Все скважины питаются из подземных вод. Шесть лет назад предприятие полностью отказалось от стальных труб. Сейчас используются те, что из высокопрочного чугуна и полиэтилена. Срок их службы более 50 лет. Работники Орел водоканала освоили несколько технологий бестроншейной прокладки коммуникаций в условиях современного города. Это актуально. Рабочие на объектах ежедневно проверяют, устанавливают, улучшают. Несколько болтов открутили, пошла вода. Стоим, ее постепенно сливаем, чтобы она с труб сошла. Но бывает иногда так, что болты раскрутили, вроде бы нет. Трубу резко подняли, вода хлынула. Тут уже бежишь, уже не до того, чтобы ее останавливать. Предприятие Орел водоканал одно из старейших в России. В июне ему исполнится 148 лет. За это время много воды утекло по его трубам. Наверное, уже мало кто вспоминает, что раньше ее подавали по часам. Сейчас, благодаря инвестиционной программе, вода есть даже в отдаленных районах города. Скоро появится живительная влага и в частном секторе в районе Выгонки на улицах Березово и Каштановое. Водопровод уже проложили. Правда, сказать, что проблем у предприятия нет, будет неверно. Основная задолженность населения перед Орел водоканалом. Но долги очень хорошие. 34 миллиона рублей должно население. Все, что мы можем, мы делаем, выполняем. Пожалуйста, выполняйте свои обязательства, которые вы потребили услуги, вовремя их оплачивать. Татьяна Суворова, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.